Самые аварийные участки, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрёстки с круговым движением. Большинство патрулей ДПС было выставлено здесь. Этот автомобиль движется без включённых световых приборов. По наблюдениям инспекторов, водители, допускающие такие оплошности, нередко бывают пьяны. Это с малого начинается. Когда, допустим, водитель что-то не включил или не работает, сразу же подозрение, что-то водитель, возможно, в нетрезвом состоянии. Поэтому, значит, мы проверяем воду. Время для рейдов выбрано не случайно. Именно в выходные и праздничные дни по вине пьяных водителей происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. По итогам двух месяцев этого года, согласно анализу аварийности, суббота является самым аварийным днём в городе Перми. Больше всего в этот день происходит дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди. Нарушение координации движения, запах спиртного, невнятная речь. Далеко не всегда у пьяного за рулём присутствуют эти признаки алкогольного пенения. Но, по словам сотрудников ГИБДД, есть и другие особенности поведения, которые выдают употребивших водителей, что называется, с головой. Например, излишняя суетливость при виде патрульной машины или попытка начать качать права. При задержании такие люди начинают сразу же ощущать свои уважения, на каком основании меня остановили. Таких людей мы будем изымать из движения и наказывать их в административном порядке. Всего в ходе общегородского рейда за субботу было выявлено около 700 нарушений. Из них 15 случаев вождения в пьяном виде, более 40 водителей, не предоставили преимущества пешеходам, переходящим проезжую часть. Виновные привлечены к административной ответственности. Елена Иговцева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.